Здравствуйте дорогие друзья! Экспонаты сибирских художественных музеев позволяют поднять почти любую тему. Сегодня мы поговорим о посуде для питья водки. Не простой посуде. Смотрим! Мы находимся в музее имени Фобеля на выставке «Хрустальный дворец». Сегодня я расскажу вам о водочном наборе, выполненный по модели конца 19 века художницы Елизаветы Бем. Водка всегда считалась мужским напитком, но Елизавета Бем сделала этот набор очень по-женски. Во-первых, мы видим вот такое зеленое стекло, которое подражает бутылочному. Дело в том, что бутылочное стекло цветное, потому что там есть примеси металлов. Его никто специально не очищает и не окрашивает. А это стекло специально очищено и покрашено под бутылочное. Потом мы видим графин в форме штофа, кирпичика. Вот такая форма была очень популярной в 17-18 веке. Пробочка имитирует сургучную печать. Графины запечатывали сургучную печать. Водка была императорская, очень качественная и много ниже по градусу, чем современная. Стопки вроде бы кажутся высокими, Но там уже такое высокое дно, они выглядят наполовину наполненными. То есть водки туда можно налить очень немного. И по всему набору бегают очень странные существа. Хвостатые, усатые. Они больше всего похожи на тараканов, но считается, что это черти. И также по набору мы видим пословицы и поговорки, которые рассказывают нам о том, как нужно этот напиток употреблять. Например, пей, пей, увидишь чертей. Напились, подрались, выспались, опохмелились, снова помирились и так далее. То есть из такого набора водки в принципе много не выпьешь. Этот юмор, казалось бы чисто русский, очень оценили за границей. Набор был на всемирной колумбовской выставке и взял там золотую медаль.